Добрый вечер. Вести Кабардино-Балкария продолжают свою работу в студии Азнар Аттаев. И Арина Желясова. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Главная цель наладить экономические связи. Те новшества, ту продукцию, которую производят, обязательно доведем до азербайджанских потребителей. В республике с официальным визитом делегация из Азербайджана. Теперь урожай будет храниться в соответствии с современными стандартами. В Кабардино-Балкарии открыто новое овощехранилище на 5000 тонн. Первые туристы на склонах Эльбруса и Чигета. Удастся ли восстановить поток отдыхающих в прежних объемах уже в этом году и что для этого делается? Глава Кабардино-Балкарии считает, что выдвижение кандидатуры Владимира Путина на пост президента России – шаг, рассчитанный на долгосрочную перспективу. Комментарий Арсена Конокова по итогам второго этапа 12-го съезда «Единая Россия», участие в котором принимала и делегация КБР, приводит сегодня пресс-служба президента республики. Напомним, накануне единороссы единогласно проголосовали за кандидатуру действующего премьер-министра страны. Глава правительства пообещал, что в случае победы на президентских выборах в марте 2012 года сделает жизнь россиян лучше. Как отметил после голосования Арсен Коноков, инициатива партии большинства гарантирует преемственность курса и обеспечивает полную прозрачность намерений власти. То, что кандидат в президенты выдвинут еще до выборов в Госдуму, еще раз доказывает «Единая Россия», действует последовательно, шаг за шагом формируя свою политическую линию, подчеркнул глава республики. Важно, по мнению Арсена Конокова, и то, что «Единая Россия» выдвигает Владимира Владимировича в президенты при поддержке Общероссийского народного фронта. Сегодня в Кабардино-Балкарию с рабочим визитом прибыла правительственная делегация Азербайджана. В ее составе представители экономического блока правительства Закавказской республики, директоры промышленных предприятий. Это ответный визит азербайджанской стороны. Напомним, недавно делегация Кабардино-Балкарии в составе представителя СКФО во главе с полпредом Хлопониным побывала в Баку. В Нальчике гости сегодня ознакомились с продукцией телемеханики, оценили перспективность внедряемых здесь инновационных технологий. Директор завода Аслан Каиров провел для азербайджанских промышленников экскурсию по предприятию. Особенно заинтересовали предприниматели из Баку светофоры и диодные лампы. Целью нашего визита является ознакомление с местными инвестиционными возможностями, найти те точки соприкосновения, где мы можем сотрудничать. Мы, как вы сами заметили, уже находимся на заводе, нам это было очень интересно. Чувствуется, что есть инновативные решения, технологические решения, мы это приветствуем. Как нам сказал директор завода, рентабельное предприятие, мы желаем успехов. Конечно же, мы те новшества и ту продукцию, которую производят, обязательно доведем до азербайджанских потребителей. Кабардино-Балкарии огромный, пока не использованный потенциал, отметили гости и выразили надежду, что этот визит как раз и поможет определить конкретные направления сотрудничества. У гостей было много вопросов к сопровождавшему их первому зампредуправительства республики Адибу Абрегову, а также вице-премьеру Казиму Премьеру Казиму Инаеву и министру промышленности Владимиру Шипову. Стороны намерены развивать внешнеэкономические связи, содействовать реализации совместных инвестпроектов. О сотрудничестве, но уже более в широком смысле, двусторонний диалог продолжится на заседании рабочей группы в отеле Синдика. Было отмечено, что добрососедские отношения между Россией и Азербайджаном сложились уже давно, а соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в Кабардино-Балкарии заключено еще в 2009 году. И это был первый документ, подписанный нашей республикой с зарубежным государством. Сегодня речь шла о расширении взаимодействия в сфере культуры, образования, здравоохранения, молодежной политики, туризма и спорта. На заседании в Синдике прозвучало и предложение об обмене опытом в научной деятельности. О других событиях. В Кабардино-Балкарии открылось новое овощехранилище. Рассчитано оно на 5000 тонн плодов и построено в рамках целевой программы Минсельхоза Республики по развитию интенсивного садоводства. Ввод в эксплуатацию нового объекта прошел в торжественной обстановке с участием членов республиканского правительства и нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Ему слово. Потери из-за неудовлетворительного хранения и транспортировки превышают 30% объема среднегодового производства плодовочной продукции. Это не говоря о том, что теряются природные достоинства фруктов и овощей. Впрочем, сельхозпредприятию саду Эльбруса это теперь не грозит. Построенное здесь овощехранилище полностью удовлетворит потребности садоводов. Оператор с центрального пульта управления компьютером управляет и делает поправки, которые необходимы. Строительство современных холодильников с регулируемой газовой средой стало неотъемлемой частью реализации ведомственной целевой программы по развитию интенсивного садоводства Кабардино-Балкарии. Значение подобных сооружений для экономики республики подчеркнул в своем выступлении и приехавший на открытие объекта первый зампред правительства Адыба Брегов. Есть поручение президента, мы на эту программу здесь работаем и мы хотим довести хранение до 100 тысяч тонн в обязательном порядке. Это на первом этапе, это в течение трех лет мы планируем. Мы входим в программу, программа есть, федеральная целевая программа, здесь субсидируется строительство вот таких холодильников. Большую помощь оказывает в развитии отрасли иностранные инвесторы. Это уже второй подобный объект, построенный с их участием. Первый – овощохранилище в Аксанском районе. И заинтересованность в укреплении деловых связей велика. Надежные партнеры говорят они о своих коллегах из Нальчика. Бои проекты очень похожи, и оба проекты выглядят фантастическими, и мы сделали очень хорошие работы. Я хочу сказать, что оба проекта, они между собой практически одинаковы, и хочется выразить признательность людям, которые работали над этим, потому что это профессионально. То, что я видел в садах ваших современных, это очень высокое и хорошее качество плодов. И, соответственно, хранилища, которые были здесь построены, они позволяют вот эти плоды высокого качества хранить долгое время и поставлять на рынок. Сады Ельбруса – новичок структуры Минсельхоза, но за два года своего существования здесь заложено порядка 80 гектаров участков интенсивного типа. И первый урожай яблок будет храниться в соответствии с современными стандартами. В холодильнике, рассчитанном на 5000 тонн, установлен постоянный контроль уровня кислорода, влажности и температуры воздуха. Все это позволяет яблоку дышать и долго сохранять свои вкусовые качества. Кстати, воспользоваться этим холодильником, арендовать здесь площади может любой сельхозтоваропроизводитель. Строительство подобных хранилищ сейчас особенно важно для агрария в Кабардино-Балкарии, поскольку в последнее время в республике очень активно начало развиваться садоводство. В 2015 году сельхозтоваропроизводители республики поставили перед собой задачу собрать не менее 600 тысяч тонн плодов. А в этом случае наличие таких плодовочных хранилищ просто необходимо. Сафар Гиреев, Аслан Мампхегов. Вести Кабардино-Балкария. Альберт Корцаев. Уже при въезде в Урух понимаешь, село спортивное. Чемпион Европы и призер мира по греко-римской борьбе Мухаммед Кагадыжев – пример для подражания для юных односельчан. Достижений у них много, правда, пока что готовиться к соревнованиям ребятам приходится не в спортзалах, а где получится. У нас работают спортивные секции по греко-римской борьбе, по самбо, есть футбольная команда хорошая, но во всяком случае эти секции проходят не в приспособленном помещении. На строительство только этого комплекса выделено почти 29 миллионов рублей, 12 из республиканского бюджета и более 17 из федерального. Долгожданный спортзал в Урухе будет сдан в эксплуатацию раньше срока, уверяют строители, чтобы опередить график, они по максимуму используют короткий зимний световой день. На данном объекте предусмотрены два спортзала, один для игровой, другой для единоборств. Для игровых спортзалов стандартный 24 на 18, для игровых предусмотрен мини-зал, который размером 6 на 12. Программа развития спорта и две подпрограммы развития футбола и еще одна совместно с партией «Единая Россия». Именно по ним в Кабардино-Балкарии в 2012 году будут построены несколько фоков в Прохладницком, Зольском, Лескенском районах и в Нальчике. По мнению республиканских властей, это даст ощутимый толчок развитию спорта в Кабардино-Балкарии. И упор будет делаться не только на столицу, но и на глубинку, богатую спортивными талантами. Президентом Кабардино-Балкарской республики Арсенбашевичем Кануком озвучены следующие критерии. Это, во-первых, республиканская целевая программа, и второе – это по количеству жителей данного населенного пункта. По этим параметрам мы выбрали физкультурно-оздоровительный комплекс в Зольском районе и в Прохладницком районе. Помимо строительства спорткомплекса, в населенных пунктах будут еще сооружены около десятки минифутбольных полей. Несколько лет назад в Урухе уже было построено одно минифутбольное поле с искусственным покрытием. После этого количество желающих погонять мяч выросло в разы. Как результат – второе место на первенстве республики. После этого власти села решили, что масштабы при общении к спорту должны быть намного больше и разровняли огромную территорию для игры уже в большой футбол. Криминал. В Нальчике и Майском районе полиция обнаружила две крупные партии водки, находящиеся в незаконном обороте, сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел по КБР. В Майском при проверке предприятия, занимающегося производством, хранением и поставкой алкоголя, выяснилось, что продукцию оклеивали этикетками других производителей. Незаконная деятельность завода приостановлена. Изъяты 135 тысяч фальшивых федеральных марок, свыше 40 тысяч бутылок левой продукции, а также в печати на различные юридические лица, фирмы и более трех сотен тысяч марок на алкогольную продукцию разных производителей. Одновременно на железнодорожной станции Нальчик прямо из вагона изъято 58 тысяч бутылок водки, находящиеся в незаконном обороте. И последнее. При Эльбрусе встречает первых туристов. В Эльбрусском районе открылся долгожданный горнолыжный сезон. Погода в этом году гостей балует, снега на склонах хватает. Власти обещают приезжим полную безопасность, которая будет обеспечиваться силовыми структурами и частными охранными предприятиями. Что еще может предложить курортная зона, знает Наталья Булат. Высота 3000 метров. Сегодня здесь снежно и ветрено. Добраться сюда можно только на лыжах или на старой канатной дороге. Новая пока не запущена. Туристов пока в При Эльбрусе мало. Тратить электроэнергию весьма затратно. Туристический комплекс При Эльбрусе одновременно может вместить 15 тысяч человек. Сезон традиционно открывается в конце декабря. Москвичи Александр и Алена ждать не стали в Кабардино-Балкарию. Туристы приехали впервые. Впервые встали и на лыжи. Столько внимания. Все очень приятно. Всем всем нравится. Сказать, что лучше в этом году не ехать, якобы опасно. Но мы считаем, что волков боятся в лес не ходить. Таким вот образом. Поэтому приехали. И тем более, что если здесь уже в прошлом году все охраняли, то думаю, что в этом году будет тоже безопасно. Регламентные работы на канатных дорогах уже закончены. На полянах Азау и Чигет завершается установка новых охранных комплексов, в том числе систем видеонаблюдения. Мы разговаривали со всеми предпринимателями. Весь вопрос стоит, когда будут заезды. Люди готовы принять в гостиничные комплексы. Гостиничные комплексы, а таковых сегодня 130 предпринимателей, спешат привести в надлежащий порядок. За летний период многие занялись повышением квалификации обслуживающего персонала. Сейчас руководство района обсуждает с бизнесменами возможность снижения цен для привлечения большего числа туристов. Звонят из других регионов России, спрашивают цены, спрашивают, выпал ли снег. Уже заявок очень много и наполняется отель. По данным мониторинга районной администрации, на новогодние праздники уже забронировано около 15% гостиничных мест. Сейчас на поляне Азау в основном экскурсионные группы. Старались отдыхать как бы по осенней погоде. Грибы, рыбалка какая-то. А здесь приходится, наверное, придется перейти на лыжу. Судя по всему, погодные условия в эту зиму будут благоволить любителям горнолыжных видов спорта. Опробовать трассы для катания желающие смогут уже в начале декабря. Сейчас их оснащают обязательными средствами пассивной безопасности – сетками, указателями и матами. Наплыв от туристов ждут и индивидуальные предприниматели. На полках залежались традиционные шерстяные изделия и сувениры. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. На этом наша информационная служба завершает свою работу. Электронная версия программы на сайте вести.кбр.ру Далее прогноз погоды на предстоящие сутки. Ну а мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго и до встречи на канале Россия. Салон «Импера», «Ногмова-6». Здравствуйте. В предстоящие сутки на территории республики ожидаются осадки. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров штутного столба. В Зольском районе снег 1 градус выше нуля. В горах осадки облачного подножия от бруса минус 8. В Тернаузе тоже пройдет снег. Термометры покажут минус 5. В Оксане, Чигеме и Нордкале, как обычно, немного теплее. Плюс 2-3, но и здесь осадки. В Прохладинском и Майском районах также облачно и снежно. 2 градуса тепла. Такая же погода и в Терском и Лискенском районах. Плюс 1-2. Осадки не обойдут стороной и Черехский район. 1 градус выше нуля. В Нальчике облачно, снег и плюс 2. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова